Тульпа Греции и России тесно переплетена и политически, и культурно, и религиозно, и на личностном каком-то уровне. Поэтому материала масса, много исторических личностей, которые были связаны с становлением российского государства, еще с X века и далее, с религиозными вопросами, с православием, очень тесно переплетено. Как есть служители церкви, которые выезжали на Афон, так и много греков этнических, которые становились здесь патриархами, или просто отдавали свою жизнь и энергию религии, православию, развитию православия в России. Более того, надо сказать, что первый президент свободной Греции, которая в XIX веке, в 1821 году начались вот эти восстания, и к 28-29 году сформировалась, еще, конечно, не в современном периметре, но, тем не менее, это вот рубеж важный, преодоленный был. Так вот, первый президент Греции, Иоанн Кападистре, он вообще был государственным чиновником Российской Федерации до этого момента. Он был министр моностральных дел Российской империи. Офицеры, которые приложили основные усилия первыми, кто проложил путь к активному противоборству, которое привело к результату, это были офицеры Российской армии, этнические греки. Следующий момент. Флот, становление флота в России, Петр I. Россия приобрела флот, и у нее появились новые политические аргументы. При этом основное наполнение кадровое для российского флота, но в существенной, по крайней мере, части. Это были греки, то есть это были российские офицеры, моряки, этнические греки, потому что они с детства вся жизнь их была приплетена и связана с морем. Следующее. Очень много греков, которые из купеческого сословия, скажем так, которые были тесно вплетены в российский быт, в российскую жизнь в XVIII веке, XIX веке, и принимали активное участие в жизни городов. Астрахань, Санкт-Петербург, в Москве Ильинка, очень много греческих мест, Донской монастырь, сколько есть могил, купцов, которые, по всей видимости, оказывали спонсорскую помощь и уделяли много внимания вопросам религии. Поэтому очень много греков. Сегодняшний, если брать наших современников, то акценты здесь, конечно, немного сместились. Большей частью это научные работники, могут быть в медицине доктора, врачи, Христо Токчиди, Христо Перепович Токчиди, это клиника микрохирургии ГЛАЗа именем Федорова. Космонавт Федор Юрчихин, который имеет греческие корни, преподаватели. Очень много достойных людей, и для меня было бы неблагодарным делом пытаться перечислить или даже охватить какие-то направления. люди, которые занимают активную гражданскую позицию и много отдают обществу, в котором живут, государству, в котором живут, прилагают свои усилия для того, чтобы и общество, и государство развивались, и дети жили свободно, могли учиться и самореализовывать себя в жизни. Я считаю таких людей очень достойными. И многих, безусловно, мы даже не замечаем, потому что они прилагают все усилия и в силу своей скромности. То есть для того, чтобы человека узнали, всегда требуется сегодня чаще некий ресурс свой тратить на то, чтобы об этом узнавали. Менталитет советского человека был несколько другой. Работать, отдавать все обществу и не делать акцентов на своем вкладе. Поэтому о многих мы просто даже не знаем. Но благодарим их за и вклад.